МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 млрд 220 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал Нинецкого округа за первый квартал этого года. Куда вложена большая часть инвестиций, чем обусловлено увеличение объема? Майские указы президента в Нинецком округе исполняются, но не в полной мере. Какие проблемы предстоит решить и как власти будут устранять недостатки? Далее в нашем выпуске. Цены на молочную продукцию в Нинецком округе зафиксируют. Магазины, нарушившие правила, немедленно лишатся права на торговлю молоком. О том, когда появится дешевая молочка, совсем скоро. Объем инвестиций в основной капитал Нинецкого округа за первый квартал этого года составил 4 млрд 220 млн. рублей. Большая доля инвестиций, а именно 4 млрд 207 млн. вложена в сферу добычи полезных ископаемых. Увеличение объемов инвестиций в экономику региона обусловлено реализацией на территории Нинецкого округа проектов по геологическому изучению недр, разведке, обустройству и добыче углеводородного сырья на месторождениях Крепца и Титова. Основой стабильности экономики региона является его инвестиционный климат. Для этого в регионе разработана дорожная карта. Создан Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. Органами власти формируется прогноз потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений до 2020 года. Нефтяники увеличивают инвестиции в природу округа. Печора разом пополнилась с 35 тысячами новых обитателей. Нефтяная компания «Башнефтьполюс» на территории Нинецкого округа выпустила в реку мальков цены породы рыб, а именно сегов. Вес каждого не более грамма. На свет они появились в Троицко-Печорском районе, это в республике Коми. Мальков в наш регион представители нефтяной компании доставили на вертолете, преодолев сотни километров. Сам процесс перевозки рыб больше напоминал сложную спецоперацию. За ней удалось понаблюдать и нашему корреспонденту Олегу Хатанзейскому. Не приглядевшись внимательно, сложно понять и увидеть, что в баке с водой кто-то плавает. А между прочим, счет идет на тысячи. Этим малькам сега всего пару месяцев, но они уже готовы к самостоятельной жизни. Уникальным выращиванием рыб занимаются в деревне Еремеева. Здесь сеги, хариусы и другие виды рождаются, подрастают, а затем их отпускают на волю. Выживаемость во много раз больше, чем при, допустим, в реке очень много хищников, много факторов, которые влияют на развитие икры. Температура, кислород, здесь все ровно, здесь все как бы под присмотром человека. Температура ровная, нет резких скачков. При искусственном выращивании 10-15% мальков выживают. Непосредственно при естественном процессе эта цифра в разы меньше. Большинство икры поедает хищная рыба, а до половозрелой стадии вообще выживают лишь единицы. При естественном мерести, если мы выпустим, например, тысячу личин сега, у нас выживают до такого размера, до 300-400 грамм, выживают пусть из тысячи рыб, всего 10-5 рыбок. А при искусственном, вот сейчас, который мы выпустим, там выживают до половозрелой стадии порядка около 50 штук. То есть в 5 раз выживают. Нефтяные компании в соответствии с российским законом должны компенсировать ущерб нанесенной природе. В частности, восстанавливать численность ценных пород рыб. 35 тысяч мальков сега специально вырастили по заказу общества «Башнефтьполюс». В пакеты с речной водой помещают мальков, затем насыщают кислородом. Это необходимо, чтобы рыба смогла перенести 4-часовой полет на вертолете. Ценный груз доставляют на борт. Весь путь за мальками внимательно присматривают их теологи. Главное, чтобы во время полета температура воды не повысилась. Иначе рыбы могут погибнуть. Рядом с пакетами специально укладывают лед. Сотни километров преодолены благополучно. Вертолет садится рядом с деревней Щелина. В свободное плавание мальков отпустят неподалеку, в реке Сула. Это приток Печоры. Вот он тот самый момент, когда 35 тысяч мальков Сега готовы выпустить в большую для них и новую жизнь. Осталось подождать всего лишь несколько минут, чтобы пакеты охладились до температуры, которая сейчас находится в реке Сула. Она, кстати, холодная. Ну и уже потом пожелать им счастливого пути. Счастливого пути! Рыбоводы утверждают, несмотря на малый вес, эта молоть добычей хищников не станет. Более того, Сиг сможет дать потомство уже в следующем году. Так как осуществляем свою производственную деятельность в данном регионе, поэтому считаем, что ущерб, который может наноситься, который посчитан по методикам, должен быть восполнен непосредственно на территории НАУ. Поэтому мы здесь и искали место, согласовывали Севпенро, выпуск на территории НАУ. Весь процесс от начала до конца под контролем специальной комиссии, чтобы все было сделано по правилам и в необходимом месте. Делегация довольна. Все соответствует нормативным требованиям искусственного воспроизводства рыб. Можно спасибо еще сказать нефтяным компаниям, в том, что они в счет ущерба, который наносится водным биологическим ресурсам, тратят свои деньги и зарыбляют нашу печору. Компания «Башнефтьполюс» работает на территории округа недавно, но это уже второе подобное мероприятие. И оно только малая часть корпоративной экологической программы. Олег Танзийский, Александр Усачев, Телеканал «Север», Республика Коми, Ненецкий автономный округ. Исполнение майских указов президента обсудили сегодня на заседании комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития региона. Основной инструмент реализации майских указов госпрограммы по приоритетным направлениям жизни. В числе приоритетных направлений развития – увеличение зарплаты бюджетников при одновременном повышении качества медицинских, образовательных и социальных услуг, улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей и тех, кто живет в аварийных домах, улучшении работы органов власти и организаций, предоставляющих муниципальные и госуслуги. В Ненецком округе указы исполняются, но не в полной мере. Так, в частности, остаются нерешенные проблемы с узкопрофильными специалистами, такими как дефектологи, логопеды и психологи в детских садах. Для того, чтобы майские указы исполнялись в полном объеме, Управление экономического развития до 1 августа сформирует и утвердит план по устранению существующих недостатков исполнения и представит его в полпредства. Среди приоритетных задач для нашего региона является и развитие сельского хозяйства, в частности, поддержка сельхозтоваропроизводителей. При этом цены на продукцию животноводческого комплекса не должны бить по карману граждан. О том, как сделать доступную молочную продукцию, обсудили на круглом столе региональная политика в сфере АПК. Уже 1 июля Нарин Марцев ждет сюрприз – фиксация цен на молочную продукцию. В розницу нельзя будет продавать сметану, сливки, масло, молоко, кефир, бифидок, снежок и йогурт по цене выше установленной. Это коснется только продукции ненецкой агропромышленной компании. Однако остальные поставщики подтянутся, уверены в управлении АПК и торговли. «Поставщики другой продукции вынуждены будут тоже фиксировать свои цены, снижать их и так далее. И, безусловно, прежде всего, это то, что мы в наше молочное животноводство именно вводим стимул на увеличение производства молочной продукции». Таким образом, молоко в магазинах будет стоить не более 50 рублей за литр. Еще 100 будет получать ненецкая агропромышленная компания. Предельная цена масла составит 400 рублей за килограмм, а 2,5 тысячи доплатит бюджет. Сметаны и сливки будут стоить 200 и 250 рублей, остальное покроют налогоплательщики. За нарушение установленной цены магазинам и розничным сетям грозит немедленное расторжение договора. «С 1 июля прошлого года мы реализуем по цене его 43 рубля в торговлю. Торговлю отделают накрутку и больше 50 рублей никто ее продать не может. Если факты есть, мы обязаны сразу по договору в закупе кратить опросы». Осталось привести в соответствие цены для бюджетных организаций. В дополнение к субсидированию розницы нужно добавлять такую же сумму для закупок молочки в детские сады и школы. Иначе для ненецкой АПК такие поставки станут бессмысленными. Придется либо поднимать цену, либо недополучать выручку. В ответ на эту реплику депутат Александр Лутовинов поинтересовался, можно ли сократить издержки бюджета. В сельское хозяйство вкладываются огромные суммы. Идет строительство новых ферм и обновление оборудования. Есть ли смысл в этих тратах? Будет ли снижаться себестоимость продукции? Ответил Сергей Киселев. Он пояснил, что молочное животноводство в округе – вопрос не экономический, а социальный. И ждать прорыва к рентабельности производства не приходится. При ферме в 50 голов этого невозможно. Мы там будем иметь самую современную автоматику. Остается уповать на эффективную поддержку сельского хозяйства со стороны окружных властей. Ведь теперь эта отрасль не зависит от Архангельска. Все полномочия переданы в Ненецкий округ. Дмитрий Щепанов, Александр Дуркин, Телеканал Север. Сейчас мы прервемся на рекламную паузу. И вот о чем пойдет речь далее. Модернизация и обновление авиационного парка, а также реконструкция инфраструктуры аэропорта. О преобразованиях в области авиации в материале Ирины Цепетовой. День молодежи отмечает сегодня Россия. С праздником представители молодого поколения поздравил глава региона. Лайтхаус-кафе. Это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня. Это мгновения, ради которых мы живем. И для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем наш выпуск. 17,5 миллиардов на развитие Наринмарского авиаотряда. Именно такая сумма заложена в концепцию модернизации. Впрочем, пока она носит ознакомительный характер. С учетом всех корректировок будет разработана реальная программа развития авиационного комплекса на 8-10 лет. Срок разработки до 1 августа. К 1 сентября программа должна обрести реальный бюджет. Модернизацию предполагается осуществить при помощи финансирования из бюджета федеральной госпрограммы, в которой на долю Ненинского округа выпало более 2 миллиардов рублей. Также планируется привлечь деньги из окружного бюджета и отыскать вне бюджетные источники финансирования. Красной строкой в программе модернизации обновление авиационного парка. Речь идет об аналогах Ан-2 и вертолетах. А также реконструкции и модернизации самой инфраструктуры аэропорта. Частично уже начата эта модернизация за счет федеральных средств. С прошлого года мы видели привокзальная площадь была обустроена, ограждение сделано по периметру, приобретена техника для охраны периметра. Сегодня ведутся работы по облицовке здания аэропорта. Уже в сентябре жители окружной столицы, а также гости Наринмара увидят аэропорт в новом облике. В планах начать реконструкцию перона. Участники заседания затронули и тему строительства пассажирского международного терминала и гостиницы. Валерий Астапчук заверил, терминал – проект окупаемый. За счет полетов пахтовиков на платформу «Приразломная», которая уже считается за границей, а если смотреть в перспективу, международный терминал может использоваться для поездок в Скандинавию и теплые страны. Однако у депутатов остались сомнения в рентабельности планируемой гостиницы. Учитывая то, что мы летаем на сегодняшний момент на самолетах Ан-2, обледенение, боковые ветра, сложные погодные условия, резкая смена, у нас люди сидят по три, по четыре дня в городе. Гостиницы очень дорогие. Они не загружены, безусловно. Извините, две с половиной тысячи платить сельскому жителю – это очень дорого. Поэтому и предлагается вариант бюджетной гостиницы, именно чтобы цена была в пределах 500-600, максимум 700 рублей. В приоритете и привлечении инвестиций в реконструкцию и строительство авиатранспортной инфраструктуры. Напомним, реальная программа развития авиационного комплекса на 8-10 лет должна быть разработана до 1 августа. И уже до 1 сентября она должна обрести реальный бюджет. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Два жилых многоквартирных дома будут построены на лесозаводе. По итогам аукциона подрядчиком выступит местная фирма «Струй-Универсал», которая возвела уже не один десяток домов на территории Нинецкого округа. Дома в кирпичном исполнении будут построены в районе дома номер 13 по улице Заводской. В каждом доме по 27 квартир. Это будут первые трехэтажные дома в поселке. Как сообщили в Управлении госзаказа Нинецкого округа, первоначальная максимальная цена каждого контракта при проведении аукциона составляла свыше 49 миллионов. В ходе торгов цена была снижена, но всего на несколько десятков тысяч рублей. После необходимой проверки со «Струй-Универсалом» будут заключены два государственных контракта на строительство жилых объектов общей стоимостью более 99 миллионов рублей. Дома должны быть возведены за 14 месяцев. Сегодня отмечается День молодежи. С этим праздником юноша и девушек Нинецкого округа поздравил в Рио главы региона Игорь Кошин. Молодость – это прекрасный период в жизни каждого человека, отметил он. Именно молодежь, активная и целеустремленная в ближайшие десятилетия, будет определять лицо Нинецкого округа, станет основой экономики, управления и развития региона. Уже сегодня мы по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие надежды, замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот и будущими учеными. Если вы трудолюбивы, внимательны к окружающему миру и людям, если вы уважаете свою историю, свои страны, предложаете традиции своего народа, мы можем быть спокойны за наш регион. Никто, кроме представителей молодого поколения, не сделает нашу Россию современной, динамичной, богатой и процветающей страной. Готов к труду и обороне. Всероссийский культурный комплекс ГТО указом президента с 1 сентября текущего года вводится в действие. Ответственным за внедрение программы в Нинецком округе по распоряжению в Рио губернатора назначено Управление образования молодежной политики НАО. Управление образования молодежной политики подготовило региональный трехэтапный план по проведению ГТО в округе. Первый начнется в этом году и включает в себя введение ГТО в школах Наринмара и поселка Искателей. Старт второго намечен на 2016 год. Тогда планируется ввести программу «Все образовательное», а также все государственные и муниципальные организации. В 2017 году наступит заключительный третий этап. Он подразумевает внедрение всех категорий населения округа в комплекс готов к труду и обороне. Напомню, первоочередная задача ГТО – увеличение числа людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Есть такой целевой показатель. Доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации. Так вот, к 2020 году этот показатель сейчас установлен в 40% всех. Скажем, для примера, у нас в округе на сегодняшний день этот показатель равен 28%. То есть нам еще 12% нужно поднимать к 2020 году. Подробное изучение и согласование плана введения ГТО будет рассмотрено в августе на ежегодной педагогической конференции. О здоровье, точнее о том, сколько времени должен тратить врач на прием пациентов, заговорили в Министерстве здравоохранения. В частности, Минздрав России предлагает ограничить продолжительность сеанса у врача. Согласно инициативе, осмотр у педиатра должен занять максимум 9 минут. У терапевта – 10, у врача общей практики – 12. В Министерстве отмечают, что пришли к этим цифрам после проведения хронометража работы докторов, сообщает российская газета. Нормативы по времени приема в поликлиниках были всегда. Труд врача нормировался – 12 минут на пациента. Но в конце 80-х годов их отменили, и с тех пор каждый регион и каждое медучреждение регулируют, как проводить прием. Нововведения сразу подчеркнули в Минздраве – это ни в коем случае не директива. Никто не будет стоять у врача с секундомером над головой и стращать – ни секундой больше. Так что предлагаемые нормативы средние, они нужны, чтобы планировать работу поликлиники. Врача же они не ограничивают. Сейчас мы снова придемся на рекламную паузу, и вот о чем пойдет речь далее. Жители округа побывали на местах боевой славы земляков на Мурманском направлении Карельского фронта. Что увидели краеведы и что привезли в округ в нашем выпуске? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение – срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем наш выпуск. На местах боевой славы наших земляков на Мурманском направлении Карельского фронта побывала группа из Ненецкого округа. В состав отряда из 10 человек, которые возглавили известные краеведы Андрей Николаев и Вера Буркова, вошли жители сел Великовисочное, Оксино, Ома, Несь, поселка Финдига и Красное. Посещение отдаленных мест сражений и пунктов дислокации ВОЗ, где служили солдаты из нашего округа – вот цели поездки. Поездка была организована в рамках муниципальной программы реализации государственной молодежной политики в Заполярном районе. Более 15 мест, где велись сражения с участием наших земляков, удалось посетить членам группы. В том числе мемориал и место дислокации легендарной 31-й Оленой бригады, которая была сформирована в основном из жителей Северного края. Огромное такое впечатление на нас произвел хребет Мусто-Тунтури – это рубеж, на котором немцы были остановлены при подходе к полуостровам Средний Рыбачий. То есть рубеж, где стояли насмерть, где шла война на голых скавах, ребята все под впечатлением, потому что до сих пор там и мины, осколки, и гранаты лежат. Старые гильзы, солдатская маска, котелки эти и другие артефакты с боевых мест привезли участники турпохода. Предметы исторической ценности будут переданы в общественный музей поселка Красное. Из Африки в Арктику мобильная передвижная выставка с таким названием открылась в Ненинском краеведческом музее. Она создана в рамках проекта Международной организации по сохранению водно-болотных угодий «Вестланд Интернешнл». На выставке представлены профессиональные и любительские кадры сотрудников «Вестланд Интернешнл», жителей Ненинского округа и Республики Коми. Тундровые экосистемы, болота, разветвленная сеть, озер и рек создают прекрасные условия для остановки, гнездования и выращивания молодняка. В конце мая, начале июня утки и кулики уже присутствуют в наших тундрах и приступают к гнездованию. Вслед за ними прилетают лебеди, гуси и мелкие воробьины. Из Африки в Арктику и обратно. В этом миграционном маршруте особое место занимает наш округ. Именно поэтому орнитологи из Ненинского округа, Сенегала, Мавритании и Нидерландов подписали меморандум, направленный на сохранение традиционных мест обитания и популяции мигрирующих водоплавающих околоводных птиц. В рамках этого общего соглашения предполагается разработать более конкретный план действий по направлениям сотрудничества. Очевидно, что это будут исследования, обмен информацией по мониторингу, по численности популяции водоплавающих птиц. Выставка из Африки в Арктику будет открыта для всех желающих до конца лета, а затем отправится просвещать молодежь на местах в школах округа и города. Эта выставка сделана мобильной, передвижной, с целью показа ее в школах, в учебных учреждениях округа и города. То есть эта выставка направлена на популяризацию знаний о птицах, населяющих наш округ. Продолжение следует... Продолжение следует...